День с толком Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Похитить 170 миллионов рублей у фонда медстрахования. На директора доброго доктора завели уголовное дело. Удаленка или дистант. Вузы края ждут важное решение от Роспотребнадзора. Весить всего 30 килограммов в 16 лет, что заставляет юных жителей края смертельно худеть. Начнем выпуск с главной цифры дня. За все время пандемии в Алтайском крае уже скончалось тысяча жителей, у которых был диагностирован диагноз коронавирус. Напомним, первый пациент с ковидом умер 24 апреля в 5-й городской больнице. Это был житель Первомайского района. Сообщалось, что несколько лет мужчина находился на гемодиализе. Ему было 57 лет. За прошедшие сутки в ковидных госпиталях края скончались 6 человек. Выявлено 234 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находится 584 пациента. И к аппарату ИВЛ подключен 151 человек. Алтайский край в отрицательном рейтинге по хронической обструктивной болезни легких. При этом недуги человеку катастрофически не хватает дыхания. В нашем регионе таких пациентов ежегодно выявляют по 40-50 тысяч. Спутать хроническую обструктивную болезнь с коронавирусом, говорят врачи, невозможно. Слишком разное течение у этих недугов. Когда при коронавирусной инфекции начинают поражаться альвеолы, то есть появляется вирусная пневмония, тогда, конечно, присоединяется одышка. Но, еще раз говорю, она катастрофическая, она внезапная, она острая. Поэтому хобл и коронавирусную инфекцию спутать очень сложно. Абструкция легких может развиваться годами. И на симптоматику кашель по утрам, отек ног, а дышку люди не обращают внимания. В целом сейчас от хронической болезни страдает до 20% населения Земли. И основная причина ее развития – табачный дым. По словам специалистов, если люди перестанут курить, то это сократит уровень заболеваемости почти наполовину. Среди других факторов развития абструкции легких – загрязненный воздух на улице и пыль внутри помещений. Поэтому врачи советуют быть внимательными к своему здоровью и регулярно проверять его состояние. Так как хроническое заболевание излечить полностью невозможно. Алтайские вузы с придыханием ждут решения Роспотребнадзора о дистанте. Напомним, на днях Министерство образования и науки отправило на удаленку вузы Москвы и Санкт-Петербурга. А университеты региона должны согласовывать свой формат работы с местным Роспотребнадзором. Что об этом думают в самих вузах, расскажем далее. Магистранты заочного отделения защищают дипломы онлайн. Члены комиссии находятся дома. К такому формату в политехе уже, кажется, все привыкли. Еще 1 сентября в вузе перевели все лекционные занятия на дистант. Получается, теперь студенты приезжают в альмаматор всего пару раз в неделю. Половина преподавательского состава совсем ушла на удаленку. Те, кому за 65. Надо понимать, что они, это сейчас им 60+, а вот на заре информатизации им было вполне себе очень такой, скажем так, активный возраст. И очень многие из них сейчас очень хорошо это воспринимают. Они наоборот, как бы, говорят, да нет, я, говорит, буду дома готовить лекции по скайпу, записывать, выкладывать, говорит, мне это нравится. На данный момент в вузе ковидом болеет почти 60 студентов и преподавателей. Примерно 900 человек по разным причинам находятся на дистанте. Студенты Алтайского госуниверситета на днях громко заявили, что тоже хотят на удаленку. Молодые люди пожаловались, что в АГУ нет дезинфекторов, технички не обрабатывают поверхности, не соблюдается масочный режим. Своё письмо с криком о помощи они разослали в Роспотребнадзор и местные СМИ. Пожалуйста, отправьте нас на дистант. Так учиться невозможно. Это прямая угроза жизни и здоровью студентов. Мы не готовы умирать от коронавируса и заполнить тот самый мобильный морг, который на днях установили около одной из больниц. Нам нужен дистант. Это наше законное право. После служебного расследования в Алтайском госуниверситете заявили, что авторы письма вообще могут не являться студентами вуза. Обращение было анонимным, да и номер телефона указан в документе. Это номер приемной вуза. Возможно, просто студенты так решили себя обезопасить, ведь им еще учиться в этом вузе. А вот в политехе пока нет необходимости переходить на дистант с концами, говорит ректор вуза. За последние дни мы мониторим ежедневно. Это у нас заседание оперативного штаба каждый день в полдевятого происходит. Надо сказать, что идет снижение как количества заболевших, так и количества людей, которые находятся на дистанте. Все-таки мы сторонники того, чтобы образование шло именно в обычном очном режиме. На днях столичные вузы по приказу Министерства образования и науки ушли на удаленку до 6 февраля. А вот регионам было рекомендовано рассмотреть дистанционный формат работы совместно с Роспотребнадзором. Сейчас университеты края ждут решения от ведомства. Если обстановка будет накаляться, в политехе, например, готовы уйти на дистант. Но этого мало кто хочет. Я думаю, с 1 декабря у нас, наоборот, начнется как бы чуть больше студентов выйдет на очку, потому что очень многие как бы хотят. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Более 100 тысяч алтайских детей получили сертификаты дополнительного образования за последний год. Этот документ позволяет семьям сократить расходы на оплату разных кружков и секций. Государство напрямую перечисляет деньги учреждения. Но пока в этот реестр включены далеко не все центры доп. образования. Сертификаты доп. образования – федеральный проект, направленный на доступность секций кружков для детей. В нашем регионе его реализация началась год назад, но пока далеко не все знают об этой программе. А между тем, подать заявку на сертификат могут все желающие. Это возможно онлайн, либо напрямую через учреждения доп. образования. На каждого ребенка перечисляется порядка 7,5 тысяч рублей в год, что покрывает в среднем 142 часа занятий. Вы подаете электронную заявку на сайте. Он называется АИС – навигатор дополнительного образования. В соответствии с этой заявкой вам формируются автоматические системы, заявления, согласие на обработку персональных данных и сам сертификат. Правда, работать с сертификатами допускают в основном бюджетные организации. Сейчас их в реестре 843, в том числе всего 17 в Барнауле. Будут ли расширять список школ и центров, специалисты четкого ответа не дают, но заверяют, что дополнительным образованием теперь охвачено больше детей. Сына депутата АКЗС Бориса Трофимова взяли под стражу сотрудники Следственного управления Следственного комитета Края. Его подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, директора доброго доктора Александра Трофимова и двух его подельников, главного врача Олега Богданова и его зама Дмитрия Тимошенского, обвиняют в хищении 170 миллионов рублей. Такую сумму в период с 2016 по 2020 год клиника по поддельным документам получила от Федеральной службы медицинского страхования. Данные реестры содержали заведомо ложные сведения об объемах, оказанных Центром услуг гражданам, застрахованным в территориальном ФОМС Алтайского края, которые в действительности оказаны не были. Кроме того, были предоставлены подложные документы о понесенных затратах на оплату аренды помещений медицинского оборудования, проведение обучения медперсонала, подлежащих возмещению и средств ФОМС. По мнению правоохранителей, это не первый случай неправомерных действий со стороны руководства клиники. Совсем недавно в арбитражном суде велись разбирательства по иску от Фонда медстрахования края о требовании взыскать с сети клиник 33 миллиона рублей, потраченных не по целевому назначению. А летом 2019 года суд обязал медцентр выплатить порядка 14 миллионов рублей, также потраченных в дирекции клиники не по назначению. Отметим, по сообщению исследователей, Александра Трофимова задержали самым последним. Он дольше всех убегал от людей в масках. Нервная анорексия – болезнь, от которой стали чаще страдать жители Алтайского края. Причем заболевание молодеет. К врачам все чаще попадают истощенные подростки. Как понять, что стремление похудеть уже маниакальное и какая помощь нужна в таком случае, расскажет Анастасия Дороган. Бороться за свою стройность Саша начала в 13 лет. При весе в 39 килограммов считала, что нужно похудеть. Дету подросток прописала себе сама, начитавшись о правильном питании в интернете. В неделю теряла по килограмму, а потом решила ускориться. Я ела в день только несколько яблок или мандаринов, или окурцов, или картошек. Пила много воды. Иногда водой заменяла нормальную пищу. При этом часто срывалась, сметала полхолодильника. Потом не ела вообще несколько дней. Потом опять ела. Потом ругала себя за то, что не могу держать в руках. И опять голодала. А потом Саша стала искусственно вызывать рвоту. Так девушка посадила себе здоровье и вовремя попала к врачам. И, к сожалению, подобных историй множество. Любить свое тело все сложнее. На троне уже не 90-60-90, а число на весах. И чем меньше, тем лучше. Выдержать такое не могут ни взрослые, ни дети. Последние встречаются чаще, говорят врачи. Это девочка, которая подросток, не сформировавшаяся еще как личность, с затянувшимся этапом формирования личности. Из дисгармоничной семьи. Возможно, нет одного из родителей. Это, как правило, дети, добивающиеся высоких показателей в учебе за счет своей старательности и усидчивости. И с таким же старательным упрямством они потом сопротивляются терапии. Виктор Ведяшкин объясняет, их учат не только любить себя, но и, собственно, есть и распоряжаться своим временем. В Алтайском крае нервную анорексию за последние годы диагностировали у двух девушек. Врачи выяснили, что подтолкнули к стройности замечания родных. Поэтому поддержку подростки ищут в интернете. Ищу напарницу на диету до 900 килокалорий. Хочу сбросить до 48 килограммов до Нового года. Ищу напарницу для похудения. Питьевая, голод и так далее. От себя обещаю общение, поддержку при срывах, жесткую мотивацию. При норме в день под 2000 килокалорий. Врачи говорят, если вы замечаете у родных фанатичную идею похудеть, стоит обратиться за помощью. Одну из больных анорексии в крае из-за большой потери веса пришлось госпитализировать. Естественно, этот процесс всегда идет с гормональными какими-то нарушениями, с дисбалансом гормональным, с нарушением метаболизма, с изменением микроэлементов в крови. Потому что быстро повышается натрий, снижается уровень калия, возникают отеки на этом фоне. Кстати, самый минимальный вес, которым попадали на лечение в детский пси-диспансер – 30 килограммов в возрасте 16 лет. Это значит, даже сложно ходить. Выводить из этого состояния нужно не меньше года. Поэтому будьте внимательны к близким и оказывайте поддержку. Перелюбить, особенно ребенка, невозможно, подчеркивают специалисты. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Жители Бийска и Барнаула теперь могут сообщить о некомфортной температуре в квартирах напрямую поставщикам отопления. На сайте СГК начал работать интерактивный сервис, который призван контролировать температуру в многоквартирных домах. Как это работает, расскажем в сюжете. Вот так и греемся, включаем камин, в одной комнате живем. В квартире холодно. Такие обращения поступают в редакцию новостей осенью-зимой довольно часто. Люди не знают порой, кому пожаловаться и как решить проблему. Теперь обзванивать огромное количество инстанций не придется. На сайте сибирской генерирующей компании появился интерактивный сервис. Пользоваться им несложно. Достаточно перейти по ссылке, найти на карте свой дом и выбрать одну из трех отметок в зависимости от температуры в вашей квартире. Холодно ли вам, жарко или нормально. Отметку можно изменить в течение суток, правда, всего лишь раз. Здесь же на сайте есть информация, какой должна быть температура в вашем доме, причем в каждой из комнат. Отметка на карте поможет энергетикам оценить, комфортно ли жителям в квартире и в случае проблемы быстро отреагировать. Ну а если с сервисом вам справиться сложно, можно обратиться привычным образом. Позвонить в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК в Барнауле. Телефон на ваших экранах. Татьяна Голубева, день с толком. Авозы ныне там. Родственники, усопших несколько месяцев, не могут добиться спила аварийных деревьев на Черницком кладбище. Еще летом упавшие сухостойные насаждения повредили десятки могил. Восстановить их люди мечтают, но не берутся, потому как не получается добиться сноса деревьев, которые могут упасть в любой момент. Продолжит тема Валентина Аскерова. Все вот это вот, видите как, все три стороны поломались, вот это совсем памятник шатается. Это кадры четырехмесячной давности. В июле Лидия Князева со слезами на глазах рассказала нам, как рухнувшее дерево повредило могилу, где покоится ее родственник. Женщина забила тревогу, просила руководство кладовища спилить опасные насаждения. Но вот уже поздняя осень, а угроза никуда не делась. Мы хотели все это поправить, но боимся, как всегда, рядом еще много таких деревьев и с ними тоже самое будут. И мы обращались, конечно, вроде бы нам администрация пообещала спилить их в августе, но до сих пор никакие действия они не предприняли. Ждут не дождутся, когда спилят ветхие деревья и другие барнаульцы, чьи умершие родственники не могут обрести покой из-за несвоевременного спила сухостоев. Люди уже неоднократно штурмовали администрацию кладбища. По правилам за содержание мест захоронения, в том числе санитарную обрезку деревьев, ответственность лежит на специализированной похоронной службе, в структуру, которая входит в администрации всех городских кладбищ. Последняя подчиняется комитету по управлению муниципальной собственностью Барнаула. Между ними заключен муниципальный контракт. В этом году, пояснили представители мэрии, на Черницком спилили пять деревьев. Санитарную обрезку аварийных деревьев проводят по официальному заявлению от родственников усопших. Для проведения мероприятий по сносу дерева на территории кладбища необходимо обратиться с заявлением в администрацию кладбища. После получения от комитета разрешения с заключением о необходимости сноса дерева предприятиям будут проведены соответствующие работы в рамках текущего финансирования контракта на данный вид работ. Только вот отчего жителям, которые вынуждены за свой счет неоднократно восстанавливать памятники и оградки, сотрудники кладбища не пояснили, что дело в пустой формальности. Нужно всего лишь написать заявление, которое они обязаны передать в городской комитет и решить вопрос. Но администрация по ГОСТу на Черницком жалуются люди. До сих пор лишь закрывала перед ними дверь. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Местный мед, пряник, сыр и другие продукты поборются за звание лучшего регионального бренда. Сегодня в рамках первого национального конкурса «Вкус России» началось народное голосование. От нашего региона заявлено 7 брендов. В номинации «Вкусное рядом», что значит продукт производят на территории с населением до 30 тысяч человек, представлен мягкий сыр, алтайский пряник, гречка, льняное масло, а также масло холодного отжима и пантогематоген в разделе уникальных региональных продуктов «Попробуй, полюбишь». Отдельно представлен алтайский мед. Среди конкурентов алтайских брендов торговые знаки 79 других регионов всего представлено более 500 брендов. Самые лучшие вкусы сначала определяют профессионалы, потом рядовые потребители. Поддержать любимый продукт может каждое голосование на официальном сайте конкурса «Вкусы России» продлится до 2 декабря. По итогам народного конкурса Минсельхоз планирует оказать помощь в дальнейшем продвижении уникальных отечественных продуктов и оказать комплексную поддержку конкретным агропищевым производителям. У меня на этом все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях, на ютуб-канале. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Кристофер». До встречи в эфире.